Иванов Олег Альбертович о проекте закона о внесении изменений в закон о налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Законопроект об упрощенной системе налогообложения первоначальной целью ставил обеспечение привлекательности для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложений и осуществляющую деятельность в других субъектах Российской Федерации. Цель была такая, чтобы, реализуя меры по привлекательности Хакасии, чтобы предприниматели регистрировались и платили налоги в республике Хакасия. Поэтому был разработан данный законопроект в результате совместных совещаний с финансово-экономическим блоком правительства, группой депутатов. Однако события, которые произошли в дальнейшем в мире, в стране, привели к тому, что по ряду кризисных отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, Постановлением правительства России было рекомендовано субъектам принять изменения в действующее региональное законодательство и поддержать пострадавшие отрасли и виды экономической деятельности. Постановлением правительства России от 3 апреля было рекомендовано 19 видов предпринимательской деятельности поддержать. Постановлением правительства России от 18 апреля 17 видов это розничная торговля. В итоге данный законопроект об упрощенной системе налогообложения, тут уже дело не до привлекательности, поскольку уже рекомендованы принять 1% по системе доходы и 5% по системе доходы минус расходы. Поэтому его первоначальная концепция поменена и на сегодняшний день законопроект представляет собой проект закона, который поддерживает пострадавшие виды экономической деятельности. Он у вас есть на руках, имеет положительное заключение Министерства юстиции и региональной безопасности, правового отдела аппарата Верховного совета, контрольно-счетной палаты, рассмотрен на комитете и рекомендован к принятию. Хотелось бы добавить еще, что этот законопроект и поправки в него вносятся в соответствии с реализацией плана правительства по поддержке отраслей предпринимательской деятельности и пострадавших в связи с коронавирусной инфекцией. Поэтому предлагается принять законопроект за основу и проголосовать за поправку, которая у вас есть на руках. Коллеги, предлагается законопроект принять за основу. Прошу проголосовать за основу. Принимается поправка, там две части ее. Первая и вторая. По поправкам, замечание коллеги есть или нет, она из двух частей состоит. Я просто напомню, что закон вступает в основные его положения с 1 января 2020 года. Мы уже опаздываем и так его вводить. Поэтому, коллеги, кто за принятие данного закона, вернее за принятие поправки, прошу проголосовать. Потом закон. Один процент всего там выводил. Вместо шести. Ну, с учетом принятых поправок, комитет рекомендует принять законопроект в целом. Как понятно. Коллеги, кто за принятие данного закона с учетом проголосованной поправки, прошу проголосовать за принятие закона. Принимается. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok